Между тем, многие дворы давно превратились в стихийные парковки. Машины оставляют на газонах, детских площадках и у подъездов. Договориться по-соседски получается редко. Автоинспекторов, чтобы навести порядок, не хватает. Хотя в администрации каждого района есть сотрудники, которые не только нарушения установят, но и штраф могут выписать. Как наказать автовладельца за неправильную парковку во дворе, расскажет Елена Богатырева. Таких дворов, где газоны стали парковками, уже не сосчитать. В борьбе с автохамами первое, что приходит в голову – вызвать полицию. Бытует мнение, что для того, чтобы наказать неправильно припарковавшегося автомобилиста, достаточно обратиться в ГИБДД и приложить снимки, где точно видны госномера, отсутствие водителя и нарушение правил парковки. Однако на деле простые снимки, например, с телефона, не подойдут, поскольку точно не фиксируют время и дату. Юридической силы такие фото не имеют, ведь цифровая техника позволяет установить на снимок любую дату. К тому же у автоинспекторов в приоритете магистрали, а не дворы. Хотя в некоторых случаях полиция придет на помощь. Водители паркуются так, что больше никому не проехать. Той же скорой, тем же пожарным, то есть бросят автомобиль так, что невозможно проехать другим жителям этого микрорайона. То есть все равно госавтоинспекция реагирует. За парковку санкции от 500 рублей до 5000 максимально, ну, соответственно, за определенные статьи, плюс еще эвакуация транспортного средства. Не помогла полиция, поможет районная администрация. Вооружившись сертифицированным оборудованием, инспектор административно-технического отдела фиксирует нарушение. Зафиксирован номер, дата, время нарушения и координаты со спутника ГЛОНАСС. Все идет в автоматическом режиме. С такими доказательствами можно даже в суд обращаться. И здесь никакие, как говорят нарушители, фотошопы. Можно подретушировать, можно что-то сделать. Это нельзя. И поэтому сегодня, кто подает иски в суд, они проигрывают. Многие автовладельцы пытаются застолбить парковочное место буквально. Вот такие металлические столбики, цепи и замки появляются в дворах жилых домов. Ограждение может быть вполне законным, если оно установлено по решению жильцов дома. В противном случае управляющая компания обязана его снести. Эта территория у нас была как бы детская площадка. И мы хотим здесь сделать детскую площадку для нашего дома. Но у нас очень много машин развелось. И частники сказали, а куда нам ставить машины? Поможет в такой ситуации и муниципальный портал «Мой Новосибирск». После обращения через личный кабинет или диспетчерскую службу 051 о проблеме узнают все, кто ее может решить. Елена Богатырева, Дмитрий Канн, Новосибирские новости.